Привет! После того, как я выпустила два ролика по бюджетным пятеркам в Сиде, очень многие из вас попросили меня в комментариях также сделать видео-обзор по отелям категории 3 звезды на территории курорта Сиде. Этим-то мы сегодня с вами и займемся. Я изучила список гостиниц, которые у нас здесь есть в Сиде, и выбрала из них 5 наиболее достойных вариантов, в которых можно очень даже неплохо отдохнуть. Давайте приступать! Как я уже сказала, в подборке будет 5 отелей, и начнем мы с самого недорогого варианта, и будем постепенно приближаться к самому дорогому варианту. Как обычно, также будем рассматривать и плюсы, и минусы гостиниц. И первым, одним из самых недорогих вариантов в моем списке стал отель Сиде Спринт. Он располагается непосредственно на территории Сиде, и у него очень хорошая оценка на TripAdvisor, составляет целых 5 баллов. Отель находится в довольно-таки спокойном месте, нет ни музыки, ни шума, и в первую очередь, естественно, подойдет тем туристам, которые хотят спокойного отдыха. Отель небольшой, но чистой зеленой территории, на которой располагается бассейн. В номерах у достаточно удобной кровати с балкона вид на бассейн. Что касается питания, то оно достаточно-таки однообразное, но при этом, как отмечают уже отдохнувшие в данном отеле туристы, еда была вкусная и качественно приготовленная. В основном еда в ресторанах традиционная, турецкая, но также есть и европейские блюда. Для непритязательных едоков данный концепт, в принципе, подойдет. Еще достаточно весовым плюсом данной гостиницы является тот факт, что прямо рядом с гостиницей располагается автобусная остановка, откуда вы можете спокойно доехать и до древнего города, и до Манавгата. В общем-то, транспортная инфраструктура там налажена. На территории отеля также есть Wi-Fi, работает, правда, он только в лобби и в ресторане. Очень многие туристы хвалят владельцев данного отеля, говорят, что они относятся к вам со всем дружелюбием, как будто вы для них настоящая родня, и там действительно царит в этом отеле такая уютная, семейная, спокойная атмосфера. Если вы любите такой вариант отдыха, приглядитесь к данному отелю. Ну а теперь давайте посмотрим на минусы данной гостиницы. Таковые, конечно же, тоже имеются. И одним из главных недостатков этого отеля, конечно же, является тот факт, что он находится далеко от моря и пляжа. Если идти пешком до пляжа, то в целом у вас уйдет 20-25 минут. В раме долгой дороги до пляжа явных минусов я не нашла. Все как-то по мелочи, у кого-то там в номере не работала лампочка, у кого-то не было в номере сушилки для полотенец, в общем-то, такие мелкие детали. Теперь посмотрим, сколько же будет стоить отдых в данном отеле. С вылетом из Москвы на двоих на недельку в высокий сезон. Я беру здесь месяц июнь. Если вы захотите поехать в июне, то тур в данный отель обойдется вам в 57 900 рублей. Это около 780 долларов. Если вы хотите посмотреть цены в данный отель на другой период, с вылетом из другого города, я вам специально оставлю ссылку в описании. Переходите, посмотрите. Следующий достаточно неплохой вариант категории 3 звезды – это отель Сиде Темпл. Он также располагается непосредственно на самом курорте Сиде. Оценка на 3 подвайзере у него составляет 3,5 балла. Это отель с довольно-таки ухоженной территорией, с чистым бассейном. Имеется терраса для загара с навесом, ну а также много шезлонгов. Отель достаточно миниатюрный, атмосфера внутри очень расслабляющая. Чувствуешь себя прямо как на даче. Огромным плюсом данного отеля является тот факт, что он располагается очень близко к морю. До пляжа можно дойти буквально за 3-5 минут в неспешным шагом. Вообще, если вы взгляните на карту, у отеля действительно очень хорошее расположение. И до пляжа недалеко. И тут же можно дойти до исторического центра Сиде буквально за 15-20 минут пешком. Также в непосредственной близости от отеля располагается остановка, куда можно дойти за 5 минут. Многие туристы отмечают, что в отеле достаточно простые номера, но они уютные, оборудованные. Всем необходимым есть кондиционер. Уборку производят в номере на ежедневной основе. И практически никто из туристов не пожаловался на уровень уборки. Все довольно-таки качественно. В большинстве случаев туристы говорят, что в отеле работает достаточно услужливый и вежливый персонал. Но некоторым все-таки попадались личности, которые не слишком хорошо себя вели с туристами. Многие туристы отметили качество еды, блюдо готовят вкусное и меню разнообразное. Ну а теперь переходим к минусам данного отеля. Некоторые написали, что им попались очень тесные номера. Кто-то даже написал, что в ванной комнате стоял запах затхлости и вообще там был грибок на стенах. Некоторые как раз-таки отметили, что им попадался не очень-то приветливый персонал. Также у отеля бывают случаи, когда они заселяют туристов не в те номера, которые туристы изначально бронировали. Но еще один такой минус для русскоговорящих туристов заключается в том, что персонал очень плохо говорит на русском языке. Давайте теперь посмотрим, сколько же будет стоить путевка в CD Temple с вылетом из Москвы на неделю на двоих. Ее сумма составляет 66 тысяч рублей, это 890 долларов. Мы переходим к следующему отелю категории 3 звезды и им стал Сидден Свит Парк. Располагается также непосредственно в CD оценка на TripAdvisor 3,5 балла. Рассмотрим плюсы. Это хорошая уютная тройка в центре города Сидден. Многих валят питание в данной гостинице. Вы можете найти блюда европейской кухни. Всегда много сыров, колбас, овощей, салатов, фруктов. Огромное количество пирожных, вкусная выпечка. Также нередко подают рыбные блюда. Мясные же блюда подаются абсолютно каждый день. Отель располагается в 10 минутах ходьбы от моря. Пляж довольно-таки чистый, оборудован всем необходимым. Но вот единственный минус, на территории пляжа данного отеля отсутствуют кабинки для переодевания. Что касается персонала отель, то многие говорят, что работники достаточно приветливые, услужливые. Всегда готовы помочь, если где-то что-то у вас возникла какая-то проблема. На территории отеля располагаются два бассейна. Номера небольшие, но уютные. Уборку делают на ежедневной основе и претензий к уборке я ни у кого не нашла. В номере есть все необходимое. Кондиционер, мини-бар. В мини-баре всегда стоят две бутылочки воды. Также, конечно же, есть в номере телевизор с каналами на различных языках, включая русский и немецкий. Вообще, очень много положительных отзывов у данного отеля. Но минусы, конечно, тоже есть. И одним из них является тот факт, что отель располагается немножко далеко от пляжа. Нужно идти 10 минут пешком. Во-вторых, на пляже вот нет кабинок для переодевания. Ну и еще очень плохо работает интернет в гостинице. В остальном никаких минусов в отзывах туристов я, в принципе, не нашла. Высокий сезон в июне. В данном отеле можно будет купить путевку за 75 тысяч рублей, что составляет 1010 долларов. Но мы переходим к следующему отелю, четвертому в нашем списке. И им стал отель Sural Garden. Если честно, я очень удивилась, когда готовилась к данному ролику, читала про этот отель. У него за 2020 год вообще практически нет негативных каких-то отзывов. Очень многие пишут, что мы обязательно вернемся в этот отель. И даже говорят, что ни в коем случае это никакая не тройка, а самая настоящая пятерка. Ну давайте посмотрим, что же хорошего такого нашли наши туристы в данном отеле. Отель Sural Garden располагается в поселке Чолоклы. И оценка на три подвазере у него составляет 4,5 балла. Это очень-очень хорошая оценка. Это прекрасный семейный отель. Он небольшой, но уютный, с ухоженной зеленой территорией. На территории гостиницы есть бассейн для взрослых и для детей с водными горками. Около бара раздают мороженое, напитки и пирожные. В прошлом году на территории отеля построили дополнительный детский бассейн и расширили взрослый бассейн. Очень многие наши туристы остались довольны отельным пляжем. Пляж достаточно широкий и с пологим заходом в воду. Немало туристов отмечают разнообразное питание в данном отеле. И пишут, что по питанию данный отель ни в чем не уступает даже пятерке. Всегда есть много фруктов, мяса, курица, рыба. Также вкусные десерты, выпечка, мороженое. Повара накладывают такую порцию, какую хочешь, никаких очередей. Все повара энергичные, никто не стоит на месте. Многие отмечают разнообразие в алкогольном меню, делают неплохие коктейли. Ну а также понравилось в этом отеле, как варят турецкий кофе. Также туристы отмечают, что номера в этом отеле уютные. Убираются каждый день, полотенца и душевые принадлежности обновляются регулярно. В номере всегда пополняется холодильник с питьевой водой, ну а также выдаются тапочки для гостей. Давайте теперь перейдем к минусам данного отеля. И одним из главных минусов здесь стало расположение отеля. Дело в том, что он находится далеко от пляжа. Если вы пойдете пешком до моря, то это у вас займет где-то 10-15 минут. Кроме того, отель довольно-таки маленькая территория, но это отель три звезды, оно и понятно. Также пишут, что может быть кому-то скучновато покажется в гостинице. Анимация очень ненавязчивая, ее практически не видно. Если вы захотите туда поехать с туром в июне с вылетом из Москвы на двоих на неделю, то путевка вам обойдется в Сурал-Гарен 85 тысяч рублей, что составляет 1150 долларов. Ну и последняя гостиница в нашей сегодняшней подборке. Отель категории три звезды на территории курорта Сиде. Это самый дорогой отель. Им стал отель Сан-Клаб Сиде. Оценка на триподвайзере составляет 4 балла. Очень уютный отель с доброжелательным персоналом. Расположение гостиницы отличное. Легко попасть в любые магазины. Можно съездить в Манавгат и на развалины. Территория небольшая, но довольно комфортная. До пляжа можно зайти за 6 минут. Номера в отеле чистые. Полотенца меняют мыло и шампунь регулярно пополняют. Полотенца до пляжа одно на все время отдыха. Горничная выкладывает покрывало в виде сердца. Есть сейф. Кондиционер исправно работает. Также в номере есть чайник и чайные принадлежности. Очень многие хвалят питание в данном отеле. Довольно-таки разнообразная и качественная еда. Всегда есть мясо, овощи, рыба, сладости. Кроме завтрака, обеда и ужина, есть еще сладости и мороженое на полдник. На территории столовой всегда чисто. Очень быстро обслуживают официанты. Многие хвалят расположение данного отеля. Все довольно-таки близко. Конечно же, у отеля есть собственный пляж, оборудованный всем необходимым для отдыха. Пляж песчаный с удобным пологим заходом в море. Что интересно, на территории отеля имеется спортзал, ну а также детская комната. Минусов у данного отеля не так уж и много. Одним из них стал тот факт, что сотрудники данного отеля не очень хорошо говорят на русском языке. Кроме того, один из туристов написал, что алкогольная продукция в небольшом ассортименте. Ну и некоторые говорили, что иногда заставали не слишком чистый пляж. В остальном, в остальном, отель, в принципе, очень многим нравится. Не зря у него оценка на 3 подвазере 4 балла. И цена у него, кстати говоря, соответствующая. Можно за такую же цену вполне в июне съездить и в бюджетную пятерку. Давайте же посмотрим, сколько будет стоить тур в данный отель. Июне с вылетом из Москвы на двоих в этом отеле можно будет отдохнуть за 92 660 рублей, что примерно составляет 1250 долларов. Обязательно напишите мне в комментариях, если вы отдыхали в одном из этих отелей. Вы знаете, зрители читают комментарии. Возможно, кто-то сейчас как раз-таки рассматривает данные гостиницы в качестве варианта для отдыха в этом году. Думаю, будет очень полезно всем. И мне будет интересно почитать, и моим зрителям. Вот такая вот подборка у меня сегодня получилась. Спасибо, что досмотрели видео до конца. С вами, как обычно, была я, Катя, и мы с вами увидимся очень скоро в следующем ролике.